всем привет Blender 2.8 погнали дальше изучать что можно сделать в этой программе и как а потом если вам это будет интересно под этим роликом будет ссылка на то как сделать дерево именно в the brush а будем делать кстати дерево погнали убираем эту заставку левая кнопка мыши на свободном поле и выделим камеру и нажмем и выделим свет нажмем или клавиатуре нажмем регуляцию выделим куб вот у нас выделись грани вот этим и теперь что нам нужно сделать нажимаем alt m и жмем центр алтен корота все вроде ничего не видно но здесь вот именно вот эта грань присутствует нажимаем теперь е и вот так экстрадируем еще раз е экстрадируем можно зажать колесико и вот так вот крутить вертеть смотреть чтобы все было классно переключаемся на эту точку нажимаем е и опять же выделяем вот так вот можно даже выделить еще середины выпустить вот так вот хвост этот опять же переключаемся на какие-нибудь точки и вот так вот можно экстрадируем е и левая кнопка мыши вот получается вот такая ветка вот так все это дело выделяем вытягиваем находим где мы хотим еще ветку сделать е жмем опять же левая кнопка мыши если нужно поменять какую-то точку е английская и вот так все это дело происходит получается вот у нас ветка вот так она выглядит пока ничего такого серьезного ну дальше сейчас будем с ней работать если ветка какая-то нам понравилась давайте и копируем это нажимаем бить английскую выделяем ветку вот так и жмем shift и вот так вот можно ее перетянуть куда-нибудь подставить какой-нибудь точки вот можно вот к этой допустим также можно все это дело повертеть покрутить и просто подогнать переместить вот так снимаем выделение левой кнопкой мыши и вот у нас две точки надо их соединить нажать и вот так их выделить или снять вы и выделение левого кнопка мыши и выбрать их через shift вот так вот опять же левая кнопка мыши теперь нажимаем alt-m и жмем alt-center все соединили в центре их вот тут снимаем выделение левая кнопка мыши и вот где-то приблизительно вот такая заготовка получилось дерево следом заходим в гаечный ключ находим от модификаторы находим скин вот такая дерево получилось именно толстая надо ветки сделать потоньше нажимаем ctrl-tab переходим в edit mode и теперь попробуем нажать именно чтобы была видна сетка это z и перейдем в warframe вот так вот теперь нажимаем c и выделяем вот эти именно ветки которые мы хотели бы сделать потоньше вот так вот вот таким вот образом ну и вот эту тоже можно зацепить следом что еще можно сделать жмем и убираем выделение вот этой c или опять же можно нажать c нажимаем ctrl-a и двигаем мышку справа налево вот ветки регулируются делаются тоньше где-то вот такая штука получается также можно ствол прибавлять именно нажав b или c c выделяем ствол вот так и жмем опять же ctrl-a так убрав опять же выделение c жмем ctrl-a и можно так тянуть слева направо сделать ствол потолще ну вот что-то в таком духе получается все это дело можно теперь подровнять подкорректировать заходим теперь ctrl-tab жмем object mode и заходим z и жмем solid вот такая ветка low poly получилось следом что еще может добавить модификатор заходим в этот мод и жмем subdivision сук фейс вот ветка уже стала помягче потоньше более такая сетка стала получше можно сетку еще поплотнее сделать уже будет не low poly а более нормальная subdivision еще больше добавить сабдивайды и вот можно или оставить вот такой кривоватой или можно допустим ее ротацией чуть-чуть вот так вот подкрутить кстати очень удобная штука вот эта гизма ну как она идет здесь не гизма но в забрас называется гизма очень удобная вот так и можно выкручивать подравнивать снимаем выделение левая кнопка мыши и заходим теперь нажимаем add и добавляем mesh именно eco-sphere uv-sphere есть а тут eco-sphere теперь поднимаем с помощью модификатора move пардон не модификатора а именно selection times короче вот эта штука туда-сюда и подставляем ее где-то к ветке вот так вот таким вот образом можно зайти в object mode вот сюда и зайти в sculpt mode вот в этой вкладке или нажать control up и переключиться на sculpt mode вот мы теперь в скульптинге и можно выбрать вот эту snake hook и немножко ее вот так вот повытягивать где-то прижать где-то вот так ее вытянуть сделать поприкольней ну что-то в таком духе вот так можно использовать кубы и так далее вот так со всех сторон можно сделать вот так вот пышную можно сделать ее сплюснутую это уже смотрите как вам будет интересней опять же заходим в object mode или используем control tab и заходим в object mode делаем shift и все это дело можно продублировать а с помощью skyл здесь вот transform skyл вот это все дело можно немножко уменьшить и допустим с помощью ротации чуть-чуть ее перекрутить но это опять же смотрите как тут все будет можно выделить вот эти два куба смысле не два куба а две ветки пардон два куста как их назвать листвы и нажать допустим в edit mode нажать еще цепи и выделить object mode на включить нажать c и выделить еще вот так вот нажимаем shift d и можно уже вот здесь не пойму почему не убирается только через скейт кто знает подскажите и нажимаем опять же shift d все это дело дублируем ну и вот так опять можно shift d я по-быстрому буду вот так вот делать в принципе дерево прикольное shift d ну и с помощью передвижения можно с помощью MOV вот так все это дело подставить каким-то веткам ну и опять же с помощью ротации вот так перекрутить и вот так немножко можно подставить туда куда нам надо вот получается вот простенькое такое прикольное фантазийное дерево вот такое дерево получилось простенькое и не забывайте если вам интересно как взыбраж сделать такое ну приблизительно дерево смотрите именно ссылку под видео пока пока пока